Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про покупки косметики. Не совсем много, но в принципе что-то новое у меня появилось. Все, что я вам покажу, то что касается декоративной косметики, это все новые производители, кроме одного для меня. И некоторые вещи, которые я вам покажу, были куплены по вашим рекомендациям, поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы, как всегда, без долгих разговоров начинаем. Поехали! Итак, давайте начинать с декоративной косметики. Также покажу вам несколько продуктов для волос, точнее краски для волос и что-то промежуточное между уходовой и декоративной косметикой. Давайте начнем именно с декоративной части, потому что знаю, что она, скорее всего, заинтересует вас больше всего. И первое, что я приобрела, первое, что я вам покажу, это производитель L'Amel, которого вы очень много и очень часто просите меня протестировать. Тональная основа из линейки Stay Matte Cream Foundation. У меня это 401 оттенок. Так как многие просят вставлять ценники, я буду вставлять скриншоты того, что я покупала из магазина, потому что большинство того, что я покупала, это либо магазин Mila, либо магазин Wildberries, интернет-магазин. Поэтому буду вставлять скриншоты оттуда, но имейте в виду, что цены могут отличаться, потому что как в Mila, так и в интернет-магазине Wildberries проходят акции и скидки. И в зависимости от того, когда я это видео выложу, естественно, цена может немножко поменяться, поэтому имейте это в виду. Итак, тональная основа от производителя L'Amel. Новый для меня производитель, насколько я понимаю, это украинский производитель. Очень интересные у них линейки, очень красиво эстетически все выполнено. Классный инстаграм. Я в последнее время начала залипать на их инстаграм. Очень все красиво, очень качественно. Естественно, захотелось попробовать и мне что-то от этого производителя. И, как я вам сказала, первое, что мы будем тестировать, это именно тональная основа. Она у нас oil-free, то есть не содержит масел, она обеспечивает fresh look, то есть более свежий, более натуральный, наверное, макияж. Дальше long lasting, что касается обещаний, значит будет очень неплохая стойкость. И for all types of skin, значит подойдет любому типу кожи. У меня это 401 оттенок, не совсем знакомый с оттеночным рядом, но он достаточно светлый. В этом видео я покажу вам свотчи всей этой косметики, всего, что я купила из декоративной косметики. И в следующем видео, либо видео через одно, когда мы будем все это тестировать, я уже не буду возвращаться к свотчам. Если кто-то захочет увидеть свотчи, то просто буду перенаправлять на это видео. Смотрите, 401 тонн. Давайте я немножко его распределю. И мне кажется оттенок светлый, но такой немножечко с желтинкой. И для моего подтона кожи должен подойти на ура. В принципе, что касается обещаний, что касается заверений производителя Lamelle, мне все должно понравиться. Несмотря на то, что это матовая тональная основа, она должна скорее дать более натуральный финиш. Поэтому будем тестировать, будем пробовать. Здесь стандартный объем 30 мл и обычная достаточно удобная баночка, похожая на новую линейку Vitex, которую мы с вами недавно совсем тестировали. Дальше, девочки, следующее, что я вам покажу, это две помады. Первая помада от белорусского производителя Lilou, которую вы также очень часто просите меня протестировать. Это тонн номер 102. Это матовая жидкая помада. Опять-таки покажу вам свотч. Очень красивый карамельный оттенок. Вы знаете, что я люблю такие оттенки. Это прям мое все. По своей формуле она очень напоминает жидкие матовые помады от Liloui из линейки Complemente. Жиденькая. При этом достаточно неплохо пигментированная. Очень-очень схожие у них сладкие ароматы. И, в принципе, на губах ощущения очень-очень схожие. Поэтому, естественно, я вам покажу в отдельном видео, как она смотрится на губах. Но по первому впечатлению, когда я ее приобрела и тестировала свотчила дома, первое, что ко мне пришло в голову, это как раз-таки сравнение именно с линейкой Liloui. С линейкой Liloui Complemente, потому что, ну, очень они схожи. Единственное, что у Liloui я таких оттенков красивых коричневатых карамельных не припомню. И здесь совсем другой аппликатор. Смотрите, здесь он такой лопаточкой сделан, но она такая овальная и достаточно пухленькая, что ли. Удобный аппликатор, никаких вопросов, никаких претензий нет. И, кстати, что касается аромата, несмотря на то, что он сладковатый, он, опять-таки, очень и очень невъедливый и достаточно для меня приятный. Дальше, девочки, еще одна помада, еще одна жидкая матовая помада от производителя Lavelle. Следующим образом у нас выглядит упаковка. Это тон под номером 01. И здесь уже у меня произошел конфуз. Вы знаете, как я люблю тени от Lavelle. Несколько палеток я вам показывала и решила попробовать что-то помимо теней. И вот эта жидкая матовая помада уже не то, чтобы меня подвела, она гораздо более иссушающая губы, она гораздо более пигментированная. И здесь достаточно странноватый оттенок. Он схож, конечно, смотрите, с тем, что в баночке, но все-таки он гораздо более лиловый, что ли. Такой, так скажем, на любителя. Я думала, что здесь он будет посветлее и более нюдовый, но он оказался очень и очень таким лилово, что ли, мертвецким. И иногда мне такие оттенки нравятся, иногда я их на себе люблю, но что-то как-то не совсем я рассчитывала на то, что получила. И что касается формулы, здесь формула уже, как я вам сказала, гораздо более жесткая, в губы впивается. И, например, тени от Lavelle мне зашли просто на 100%, очень классные, очень качественные, достаточно бюджетные. Что касается вот этой, вот этой, одного вот этого оттенка жидкой матовой помады, не могу сказать, что он меня настолько же сильно порадовал по первым впечатлениям. Но, возможно, я слишком много нанесла, когда, опять-таки, тестировала вне камеры, вне видео. Возможно, стоит мне с ним еще немножко поиграться. И, опять-таки, что-то неплохое из этого выйдет, но, не знаю, по первому впечатлению, не самая лучшая жидкая матовая помада. Дальше, девушки, еще одно средство от производителя Lilo. Это очень красивая подводка, называется Magic Lines. Здесь, естественно, это зеленый цвет, но там необычный зеленый цвет, потому что таких зеленых оттенков у меня еще нет. Смотрите, кисточка тоненькая, маленькая. В отличие от Lilo, кстати, здесь с кистями все в порядке, она достаточно упругая. И давайте сделаем такой хорошенький сводч. И покажу, насколько же она красива. Здесь и металлический синий, и зеленый оттенок. Мне кажется, будет прекрасно смотреться и соло, и если нанести ее на черную подложку, на черную матовую подводку. Особенно у меня есть подводка от L'Oreal. Она такой шайбочкой сделана, очень пигментированная, очень матовая. Мне кажется, просто будет огонь, а не стрелка. Такая прям графичная, большая зеленая стрелка. Такой макияж я хочу сделать обязательно с этой подводкой и протестировать ее именно в этом виде. Прям огромную стрелу. Стрелу по направлению в космос. Точнее, две стрелы по направлению в космос на черной подложке. Но, возможно, мы протестируем и с подложкой, и без. По первому впечатлению, просто замечательный продукт. Очень красивый цвет, очень плотная консистенция, очень плотная пигментация. Один слой, и смотрите, полностью суперклассно все передается. Ничего наслаивать не нужно. Очень удобная кисть. Достаточно милые обычные упаковки. Насчет упаковки ничего сказать не могу. И, кстати, что касается оттенка, самое главное не сказала. Это тон номер 73. В линейке много оттенков. Розовый, бежеватый, что-то золотистый, что-то бронзовый. Поэтому, в принципе, уже могу сказать, что это тот продукт, который стоит достаточно бюджетно. И на который можно обратить свое внимание. Потому что, из всего, что я вам показала, пока это то, что мне понравилось больше всего. И, девочки, последний продукт, касаемый декоративной косметики. Последнее, что я вам покажу, это новый для меня совсем бренд. Он называется Lovely, насколько я понимаю. Lovely.ru. Это пудра-бронзатор. Опять-таки, нашла эту милую пудру-бронзатор в магазине Milla. Здесь у нас 9 грамм. И, если честно, я просто повелась на красивую упаковку. Потому что упаковка, ну, просто замечательная. Таким шоколадными кусочками она, что ли, сделана. В Mille, в которой была я, эти бронзеры были представлены в двух оттенках. Вот этот светлый. И также был более темный оттенок. Светлый называется Toffee Chocolate Bronzer. И вот темный, не помню, как назывался, но он гораздо темнее. Прям совсем заметно, что он темнее. Согласитесь, эта упаковка, это просто какая-то прелесть. Это картон. Очень приятно держать в руках здесь магнитик. Все хорошо защелкивается. Никаких вопросов, никаких нареканий. Аромат прекрасного тофи, молочного шоколада. Очень вкусно пахнет. Этим моментом бронзера мне напомнил продукты от Too Faced. Они также очень ароматизированы. Приятная у них одушка, натуральная. Здесь все то же самое. И упаковка, согласитесь, это что-то с чем-то очень красивое. Стоимость не помню. Он стоял на акции, но стоил не бюджетно для нового производителя, который я не пробовала. Все-таки не совсем бюджетная стоимость. Но, опять-таки, повторюсь, я люблю пробовать новую косметику, открывать новых производителей. Потому что сейчас, как мне кажется, как никогда много бюджетной, классной, действительно достойнейшей косметики. Поэтому почему бы и нет. Будем тестировать, попробуем. Мне кажется, что оттенок должен будет мне подойти темный. И показался слишком темным. Но этот достаточно средний, нейтральный оттенок. И я думаю, что даже на камеру будет заметно, что здесь нет никаких шиммерных частиц. Здесь полностью матовый продукт. Так, девочки, я декоративной части. Давайте переходить к волосам. Покажу вам две краски. Черная краска фара в 501 черном оттенке. Этой краской я красила маму. Покажу вам фотографию до и после. Первый раз в моей покупали вот эту стойкую краску. Седину закрасила просто на 100%. Волосы мягкие, никаких вопросов. Хотя, с другой стороны, мою маму, чем мне покрасить, у нее всегда волосы в прекрасном состоянии. Потому что у нас совсем разная структура волос. У нее прямые блестящие волосы. У меня, видите, кудрявые и такие, иссушенно выглядящие. Потому что они кудрявые. Потому что я вам сто раз рассказывала, не буду на этом останавливаться. Так, краска. Краска понравилась, стоила. Опять-таки, очень даже бюджетно. Вставлю фотографию, покупала все там же, в Миле. Поэтому, в принципе, если вы любите черный цвет, если хотите закрасить седину, то могу порекомендовать. Пока никаких вопросов, никаких жалоб. По волосам легко распределялась. Достаточно жидкая консистенция. Здесь был тюбик, в который вливалась и краска, и оксидант. Все это смешивалось. И очень удобно с помощью тюбика все распределялось по волосам. Краски хватило. Краски хватило даже больше, чем нужно. Поэтому, в принципе, очень даже неплохой продукт. Что, кстати, у меня я также подкрасила свои корни. Естественно, это L'Oreal, это моя самая любимая краска. На этот раз попробовала оттенок чуть-чуть потемнее. Мне кажется, заметно, что волосы стали потемнее. Это номер 635. Называется «Шоколадная пролине». Опять-таки, это что-то рыжеватое, но просто еще на тон потемнее. Обычно я беру седьмой уровень. Здесь взяла шестой уровень. Захотелось мне более темный, рыжеватый оттенок. Что касается этой линейки «Casting Cream Gloss», я ее пользуюсь не первый раз. Мне она, опять-таки, нравится. Очень удобный дозатор. На мои достаточно длинные, на данный момент волосы, краски более чем хватает. У меня всегда остаются остатки огромные. Баночка идет в комплекте с очень классным кондиционером для волос. Баночка с кондиционером еще на несколько раз точно хватит. Поэтому, да, классная краска. Никаких вопросов, никаких претензий. Волосы в очень приличном состоянии. Окрашивала их вчера, либо позавчера. Поэтому, так скажем, это тот свежий вариант, который можно заметить. Очень ровненько все распределилось. Краска жидкая. Мне жидкие краски очень нравятся. Достаточно легко с ними работать, если наносишь сам себе. Поэтому просто 10 из 10. Единственный момент, кстати, который меня удивил, это то, что сам кондиционер, который идет в комплекте, он как будто бы оттеночный. Он коричневого цвета и имеет очень сладкий миндальный аромат. До этого никогда в красках от L'Oréal не встречала таких кондиционеров. Поэтому, видимо, то, что здесь написано, шоколадно-пралине, какую-то такую отдушку и коричневый цвет также добавили и в сам кондиционер. И, девочки, это было все, что я вам хотела рассказать и показать в сегодняшнем видео. Это были все мои новинки косметики, естественно. Если вы чем-то пользовались, дайте мне знать внизу в комментариях. Мне будет безумно интересно почитать ваше мнение. Также дайте мне знать, какое видео вы хотите увидеть в следующем. Я планирую сделать либо летний макияж и в пятницу протестировать декоративную косметику. Либо, если вы хотите, наоборот, мы в среду протестируем все, что я вам показала сегодня и в пятницу сделаем красивый, но достаточно яркий летний макияж. Потому что ничего яркого уже давно не выходило. Все более повседневное в последнее время выходит на моем канале. Поэтому дайте мне знать внизу. Обязательно к вашему мнению прислушаюсь. На этом точно буду с вами прощаться. Буду заканчивать свое видео. Огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Также, если вы впервые попали на мой канал, здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мы встречаемся несколько раз в неделю, говорим про косметику, про фикс прайс, про уход. И все, что связано с этими тематиками, иногда бывают просто болтологические видео. Они выходят обычно под настроение. Поэтому, если что-то из вышеперечисленного вас заинтересовало, то оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы с вами очень скоро увидимся в новом видео. Огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.